Привет, бойцы! С вами проект Мой Тай Сите, я Варченко Виталий. Сегодня я покажу тебе очень жесткий комплекс, который не каждый сможет из вас сделать. Назвал я его Золотая Тысяча. Почему Тысяча? Потому что мы будем делать 10 упражнений по 100 повторений в каждом упражнении. Вот такая математика для бойцов. Упражнения будут направлены именно для бойцов, больше на бойцов-ударников, скажем так. Какие именно упражнения? Ты увидишь в видео и в конце видео я дам списочек всех упражнений. Наша задача сделать 10 упражнений по 100 повторений в каждом как можно быстрее. То есть мы все делаем, весь комплекс, все 10 упражнений по 100 повторений в каждом как можно быстрее. То есть за как можно меньшее количество времени сделать весь этот комплекс. Отдыхаешь ты только по самочувствию, как у тебя это все будет идти, ты сам поймешь и отдых даешь себе по самочувствию. Но к следующему упражнению ты переходишь только тогда, когда сделал 100 повторений в предыдущем. Только так. Поэтому комплекс будет не из легких и для кого будет очень тяжелый, можете начать с 50 повторений в каждом упражнении. Сейчас я буду показывать каждое упражнение, а от тебя я хочу в комментариях, чтобы ты написал за сколько времени у тебя получился этот комплекс. Если, конечно, у тебя хватит смелости его сделать. Подписывайся на канал, ставь лайк. В конце видео и под видео отличный видеокурс по физподготовке для бойцов, чтобы увеличить силу удара, выносливость, мощь, взрыв и все, что нужно для бойца. Настойчивости в тренировке. Поехали. Видеокурс «Эффективные методы и системы физподготовки. Увеличь свою силу удара, выносливость и взрывную мощь». Ссылка в описании под видео. Итак, первое упражнение, которое мы будем делать, это кувалда по покрышке. Очень популярное упражнение среди ударников. Но очень важно в этом упражнении, во-первых, держать ровную спину, когда ты бьешь кувалдой, не сутулиться. И, во-вторых, перехвачивать с руки в руку. То есть технически это не сложно, но для новичков будет довольно сложно начать это все. Когда ты усвоишь технику удара, тогда будет легко. Второе упражнение «Махи-гири». Опять-таки, следим за ровной спиной. Ни в коем случае не сутулиться, не горбатиться. Спинка всегда ровная. Когда «Махи» делаем вниз, то есть опускаем гирю, немножко подсаживаемся на ногах и выталкиваем себя. Как бы это работа по инерции. И опять-таки, здесь важна техника. И гирьку поднимаем до уровня подбородка. Не надо задирать гирю выше головы. Третье упражнение наше – это подъем корпуса. Очень простое. Все его знают. Стабильное. Все делают на каждой тренировке. Подъем корпуса на пресс. Просто поднимаем корпус. Четвертое упражнение, которое мы будем делать – это выброс грифа перед собой. Довольно сложное упражнение. Плечи очень сильно забиваются. И когда мы будем делать выброс, обязательно закручивать кулачки. То есть делать именно выброс. Следующее упражнение – вращение блина вокруг себя. Делая всего 100 раз, у нас получится 50 раз в одну сторону, 50 в другую. Здесь очень важно затягивать блин за голову и опускать до пояса. Как видите, технически нужно делать именно так это упражнение. Следующее – подъем ног. Очень простое опять-таки упражнение. Просто подъем ног, но с нюансом. Мы касаемся пятками до пола и поднимаем ноги до 45 градусов. То есть до половинки. Не надо поднимать ноги полностью прямо на 90 градусов. Там пресс уже не работает. И ты просто отдыхаешь. Следующее – выброс грифа снизу. То есть бросаем гриф как в апперкоты. То есть как будто мы бьем апперкот. Очень важно в этом упражнении не качать бицепс, а держать локтюрусу постоянно согнутой, как будто она в гипсе. И просто выбрасывать гриф вперед и вверх. Следующее – это боковые удары с блином. Тоже очень важный момент – выбрасывать блинчик вперед. Нельзя прижимать блинчик к груди и просто делать повороты корпусом. А нужно именно делать выброс блина вперед и в сторону. Ну и складочка. Очень тяжелое упражнение на пресс. Особенно после подъема корпуса и после подъема ног, которые ты будешь делать. Сейчас нужно делать это одновременно. Поднимать корпус и ноги. Довольно тяжело. Пресс очень сильно будет болеть. И последнее финальное упражнение – это отжимания. То есть не важно количество подходов, важно 100 раз. Все упражнения мы делаем 100 раз. Скоростные отжимания. И еще раз в конце – все 10 упражнений, которые тебе нужно будет сделать по 100 раз. Подписывайся на канал, ставь лайк, делись видео с друзьями, настойчивости и тренировок. Субтитры создавал DimaTorzok